Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Главный вопрос, который сейчас все задают, находится ли биткоин все еще в бычьем рынке? В этом видео мы попробуем ответить на этот вопрос, а также обсудим эфириум, который, кажется, уже нащупал свое дно. Кроме этого, я расскажу про альткоины, на которые обращаю свое внимание, а в конце видео расскажу про криптовалюту, которую считаю незаслуженно недооцененной. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поддержать видео лайком и комментарием, это помогает каналу расти, тайм-коды, как обычно, я оставлю в описании, и мы начинаем. Биткоин после роста до 52 тысяч долларов падал до отметок 42 и 43 тысяч, и для многих людей это падение кажется очень большим и значительным. В твиттере, да и в комментариях на ютубе тоже можно найти людей, которые настроены по медвежьи и ожидают падения. Закончен ли этот буллран, который начался еще в марте 2020? Если он действительно закончен, выходит, это был самый непродолжительный бычий рынок в истории биткоина. Но я не могу поверить в то, что этот бычий рынок может быть намного короче предыдущих. Ведь именно в 2021 биткоин и вся криптовалюта переживает взрыв развития и принятия. Все больше людей узнают и понимают биткоин, все больше компаний принимают биткоин, и теперь даже целая страна рассчитывается в биткоинах. Да, этот год становится самым взрывным для криптовалюты, и сейчас я говорю не про ее курсы. Поэтому я не могу поверить в то, что на фоне такого взрыва развития цены переходят в медвежий рынок. Нет, мне кажется, что все эти движения цены сейчас крайне манипулятивные. Посмотри, например, на эти две свечи вчера. На протяжении двух часов всего лишь ликвидировали и шартистов, и лангистов двумя огромными свечами. 150 с половиной тысяч трейдеров были ликвидированы, почти 700 миллионов долларов за последние 24 часа. Разве это не манипуляция? Кстати говоря, спасибо лайткоину за это. Если для тебя падение с 52 до 42 тысяч долларов кажется чем-то большим, то попробуй посмотреть на график цены биткоина на глобальной картине. Этого падения здесь даже не видно. На самом деле, несмотря на все манипуляции, сеть биткоина развивается. Посмотри, как растет Lightning Network. Рост этого протокола означает, что масштабируемость биткоина также растет. Он становится быстрее и комфортнее. На данный момент в протоколе Lightning Network задействовано больше 2000 биткоинов, и их количество растет. То есть биткоин растет не только в плане принятия, но и фундаментально тоже. Публичные компании накапливают все больше биткоинов. Еще в начале года они владели едва ли сотни тысяч монет, а сегодня эта цифра перешла рубеж в 200 тысяч биткоинов. Топ-5 крупнейших держателей – это MicroStrategy, Tesla, Galaxy Digital Square и Marathon. Вчера директор MicroStrategy сообщил о том, что компания окупила еще 5050 биткоинов по средней цене 48 тысяч долларов за монету. Интересное наблюдение. За последние три недели крупные игроки увеличили свои накопления на 103 тысячи 600 биткоинов. Если MicroStrategy окупила 5000, то кто купил остальные 98 тысяч? Может быть это Amazon или Apple? Что касается альткоинов. Эфириум сейчас, кажется, нащупал свое дно на этом падении. Мы видим, что, во-первых, он нашел свою зону поддержки прямо сейчас. А во-вторых, по отношению к биткоину, эфириум также подошел к основной зоне поддержки, к этой параболической линии. Если эти поддержки не будут пробиты, то эфир сейчас в шаге от продолжения роста. А эти поддержки могут быть пробиты только в случае, если рынок ожидает какой-то катастрофический сценарий в ближайшее время. Если мы посмотрим на доминирование биткоина на рынке, то увидим, что сейчас оно коснулось основной поддержки, которая тянется с 2018 года. Если доминирование биткоина пробьется ниже этой поддержки, то мы увидим сумасшедшие взрывы альткоинов. Закрытие ниже этой зоны поддержки подтвердит это. Может ли это случиться или доминирование биткоина отскочит прямо сейчас? Если посмотреть на этот график, то мы увидим, что место для роста альткоинов сейчас все еще немного есть. Как минимум до отметок 67-75 пунктов. Так что мы вполне можем увидеть сценарий, когда доминирование биткоина упадет до 33 или 38%, а альткоины еще продолжат расти на этом фоне. Кстати говоря, как ты думаешь, какие альткоины покажут себя в ближайшее время лучше всех? Напиши в комментариях. Ну а сейчас я расскажу про те альткоины, на которые обращаю внимание я. Первый альткоин это Космос. По моему мнению, он сейчас недооценен. На его основе строится очень много проектов. Кроме этого, сам Космос работает и над тем, чтобы все эти проекты могли взаимодействовать друг с другом. Также прямо сейчас они работают над своей собственной децентрализованной биржей Gravity Dex, которая позволит свапать токены всех проектов между собой. Это огромная экосистема, готовая в любой момент взорваться. Кстати говоря, если ты фанат Terra Luna, то тебе будет интересно знать о том, что протокол Terra построен в том числе с использованием Космос SDK. Также мы помним, что Terra готовится к масштабному обновлению Колумбус 5, запуском которого экосистемы Terra и Космос будут пересекаться. Из-за этого рост Terra Luna значительно поможет и Космосу. Все-таки Terra больше, чем Космос. Хотя и сам Космос тоже не маленький. Сейчас на его блокчейне работает 253 приложения. А знаешь, что интересно, что Binance Smart Chain также построен на Космосе? Если Terra вот-вот готова открыть мост к Космосу со своим обновлением, которое обещают в конце сентября, то почему бы и Binance не сделать то же самое в перспективе? Соединить мостом обе экосистемы, торговать их токенами, например, на PancakeSwap или на Gravity Dex. Пока что Binance об этом ничего не говорит, но это возможность, которая вполне реальна. Это может случиться в будущем. Также мы видим, что на Космосе построен DEX от криптовалютной биржи Crypto.com. Мой любимый протокол, Mirror Protocol, тоже построен на Космосе. Мы видим, что и QChain от биржи KuCoin тоже построен на Космосе. Также и OKExChain от биржи OKEx тоже работает на Космосе. Поэтому я говорю тебе, следи за Космосом. У него большая перспектива. Сейчас самое большое событие для Космоса, это, конечно же, запуск Gravity Dex. Эта децентрализованная биржа все еще находится в бета-тестировании, и ею можно пользоваться в демо-режиме. Но на самом деле это только начинается. Космос работает над Gravity Bridge, мостом, который сможет позволить работать на блокчейне Космоса токеном стандарта ERC-20, тем самым, которые работают на блокчейне Эфириума. С помощью Gravity Dex токены на базе Космоса можно будет легко менять на токены ERC-20 и наоборот. Проще говоря, экосистемы Космоса и Эфириума смогут соединяться. Фундаментально это очень большие вещи. Еще один интересный продукт, который они сейчас разрабатывают, называется Interchain Security. Это собственное решение Космоса для обеспечения защищенности блокчейна. Их целью является очень масштабная идея. Мы знаем о существовании множества различных блокчейнов с кучей децентрализованных приложений, которые на них работают. Космос хочет, грубо говоря, накрыть все эти чейны единым стандартом защиты, который будет называться Interchain Security. Масштабно, не так ли? Есть такой ресурс, как Космос Эксплорер, который позволяет нам изучать ончейн-метрику Космоса на блокчейне. Здесь мы видим, что 67,5% предложения Космоса залочены в различных операциях. Это, конечно, не кардана, где почти 72%, но все же тоже неплохо. 67% – это все равно много. Это все равно увеличивает дефицит Космос Атом. Также очень интересно посмотреть, кто является валидатором сети Космоса. Это, например, Binance, Coinbase, Kraken, Polychain, между прочим. Очень большие названия. Интересно, что такие крупные криптоигроки играют роль валидатора в Космосе. Также, сколько бы я ни искал, я так и не нашел никаких особо крупных NFT-макетплейсов на Космосе. Это значит, что у них есть еще один туз в рукаве. Это создание NFT-макетплейса. Это тоже очень-очень подстегнет рост Космоса в перспективе. Следующий альткоин – это Avalanche. Я уже покупал Avalanche и говорил об этом на канале. Последний раз я докупал его в начале мая за 30 долларов. Avalanche в последнее время прямо-таки в ударе. Чем дальше я изучаю этот проект, тем больше понимаю, что его токеномика просто фантастическая. 50% токенов проекта сейчас залочено в разных операциях. С каждой транзакцией какое-то количество Avalanche сгорает, так как у Эфириума. Также экосистема проекта тоже очень большая. Ряд децентрализованных бирж уже соединены с Avalanche с помощью кроссчейн-решений. Также мы видим множество других проектов, которые строятся на блокчейне Avalanche. Если мы полистаем их официальный твиттер, то можем увидеть, что они постоянно сообщают о новых проектах, децентрализованных приложениях и биржах, которые либо строятся, либо уже запускаются в Avalanche. Так что эти ребята очень усиленно и занято работают. Недавно они запустили фонд для развития DeFi-проектов, при этом заключили партнерство с Aave и Curve Finance, тоже известными фигурами в мире DeFi. Этот фонд должен помочь привлечь разработчиков и ликвидность в сеть Avalanche. Avalanche состоит на самом деле из трех сетей. Одна для смарт-контрактов называется C-Chain. Они планируют интегрировать эту C-Chain с другими биржами и сетями. Например, сейчас одна такая сеть уже интегрирована с Avalanche. Это OKCoin. Они сообщили об интеграции C-Chain Avalanche 23 августа. Но в августе произошло еще одно большое событие для Avalanche C-Chain. Теперь Avalanche C-Chain работает и с Binance, а значит Binance поддерживает не только сам Avalanche, но и токены проектов, которые построены на блокчейне Avalanche. Этот стандарт токенов называется AVAX BEP20. То есть с этой сетью Binance теперь работает уверенно. И наконец Avalanche уже начинает работать с NFT. Так, например, 31 августа американская компания Topps сообщила, что начинает чеканить серию собственных NFT на блокчейне Avalanche. Но кроме этой компании и другие NFT готовятся чеканиться на Avalanche. Так что я думаю, Avalanche тоже ожидает хорошее будущее. Следующая криптовалюта это Elrond. Мы уже когда-то о ней говорили, она тоже сейчас взрывается. Это достаточно новый блокчейн, который куда более масштабируемый, чем Ethereum, так как использует технологию Sharding. Ethereum же только хочет ее использовать, да все никак не получается у него. Обещают запустить в Ethereum 2.0. Посмотрим. Sharding также использует такие криптовалюты, как Zilliqa и Harmony. Что же это такое? Это способ заставить каждую ноду в сети обрабатывать не сразу всю информацию, поступающую в блокчейн, а только лишь ту ее часть, за которую эта нода отвечает. Это позволяет снимать нагрузку сети и делает ее быстрее и дешевле. Вот чего хочет достичь Ethereum в своей версии 2.0 и то, чего уже достиг Elrond. Кроме этого, у Elrond происходят очень большие события сейчас. Как мы видим, его экосистема не такая большая, как у других наших альткоинов сегодня, но она растет, ведь проект еще очень молодой. Elrond наращивает количество партнерств, а на его основе строится все больше DeFi приложений. Всего несколько дней назад Ledger запустил новую версию приложения, которая работает с Elrond Network. Это значит, что Ledger теперь поддерживает SDT токены. Это стандарт токенов Elrond Network. Но есть очень большое событие, которое произошло буквально в начале сентября для Elrond. 3 сентября Elrond объявил о своей интеграции с компанией Copper SEO. Copper это кастодиальный торговый провайдер, практически коллега платформы NYDIG, платформы New York Digital Investment Group, которая ориентирована на крупных финансовых игроков. Поэтому Copper SEO тоже помогает крупным институционалам заходить в криптовалюту. Эта компания помогает инвесторам покупать и хранить крипту. Партнерство Copper с Elrond означает то, что эти институционалы теперь могут покупать и хранить Elrond. Также и продукты экосистемы Elrond могут храниться компанией Copper SEO. Это достаточно большое партнерство для Elrond. Но я думаю, что еще большее событие – это история, которая случилась 6 сентября. XP Network сообщает о разработке NFT-моста для сети Elrond. Пока что это только лишь для разработчиков, это не главная сеть. Обычно мосты между разными блокчейнами служат для переноса токенов, например, и сети Binance, сети Ethereum и так далее. Но конкретно этот мост создается для переноса NFT. И вот так это будет выглядеть. Сейчас этот мост тестируется разработчиками, но после запуска он соединит Elrond с Binance Smart Chain, Ethereum, XP Network и Heco. Это значит, что ты сможешь пересылать NFT между этими блокчейнами, а также создавать NFT сразу на всех четырех блокчейнах, если захочешь. Я думаю, это очень большое событие для Elrond, когда это будет запущено в основной сети. С ростом популярности NFT, скорее всего, и Elrond тоже будет расти. Сейчас на Elrond пока еще нет своего популярного NFT-макетплейса, кроме разве что проекта, который хочет им стать. Это Rario.com. Именно на нем размещаются уникальные NFT на блокчейне Elrond, но это не совсем то, как OpenSea на Ethereum, например. Но то, что не строит NFT-мост, может намекать и на развитие собственного NFT-макетплейса, что может хорошо послужить Elrond в будущем. Так что после выхода всех этих вещей, Elrond может показать себя очень-очень хорошо. Что же общего между всеми этими проектами? Космосом, Elrond и Avalanche. Все они являются сетевыми протоколами, фактически операционными системами. Это значит, что они словно фундаментальный слой для построения на нем сетей следующего поколения. Это очень-очень важно. Все эти децентрализованные приложения, DeFi, NFT, все это классно, но всем им нужно на чем-то запускаться. Как играм на PlayStation или приложениям на Android. Этим PlayStation и Android является Cosmos, является Elrond и является Avalanche. И наконец, сейчас я расскажу про монету, в которую я очень давно верю и которую считаю незаслуженно недооцененной. Она должна быть гораздо-гораздо дороже, чем сейчас. И почему-то популярные блогеры о ней вообще не говорят. Это, конечно же, Йота. Йота находится в разработке достаточно долго, но сейчас они, наконец, начинают прокладывать путь в настоящую децентрализацию. На самом деле, Йота – это не совсем блокчейн. Они работают над тем, что называется DEC Technology. Как видишь, DEC очень сильно отличается от того, как работает блокчейн. Принцип работы DEC очень отличается от блокчейна. На схеме уже становится понятно, что что-то не совсем обычное лежит в основе Йоты. DEC сам по себе более эффективен, чем блокчейн. Блокчейн должен следовать одной дорогой, второй блок за первым, третий блок за вторым и так далее, и так далее. Цепочка блоков. Вот почему такие криптовалюты, как эфириум, не такие быстрые, как хотелось бы. Шардинг, конечно же, улучшает это, но это как костыль. DEC же изначально без костылей работает совершенно иначе. Информация в таком, назовем его блокчейном, но это не совсем блокчейн. Короче, информация в таком блокчейне может путешествовать между различными нодами. Как видно на картинке, она не обязательно идет по прямой, как в блокчейне. Она может перемещаться между разными нодами. Вот почему в теории такая технология на самом деле не имеет никаких ограничений масштабирования, как это имеет блокчейн. К тому же она абсолютно бесплатная. Вот на чем работает Йота. Это же просто взрывает мозг, почему об этом никто не говорит. Изначальной миссией Йоты является создание такого в кавычках блокчейна для работы устройств интернета вещей. Ведь весь мир в итоге придет к тому, что называется интернетом вещей. У нас это сейчас не столь развито, но вот в США и в странах Европы уже в порядке вещей. Чтобы холодильник, например, заказал молоко, а автомобиль необходимые для ремонта запчасти. Вот почему Йота создает также и макетплейс, не только для всех этих устройств, которые работают в интернете вещей, но и для производителей. Например, если ты крупный производитель на таком макетплейсе, ты можешь хранить свои данные, почему бы и нет. Как мы видим, Йота уже привлекла ряд компаний, среди которых есть Steam Mobile, Accenture, Bosch и другие достаточно крупные имена. Это изначальная миссия, но сейчас они расширяют список своих целей. Ведь в ближайшем будущем будет запущена сеть Йота 2.0. Пока что она предназначена только для разработчиков. Йота 1.0 очень централизована, но Йота 2.0 будет полностью децентрализованной. Кстати, мы можем даже увидеть визуализацию того, как выглядит DEC Technology. Как видишь, это вообще необычный блокчейн, который гораздо быстрее, дешевле и масштабируемее любого блокчейна. Итак, они настроены не только на развитие интернета вещей, но также запускают смарт-протоколы. А это значит, что у Йоты в скором времени появится свой собственный стандарт токенов, как у Binance и Ethereum. Также Йота 2.0 будет поддерживать смарт-контракты, а значит и DeFi, и NFT в сети Йота тоже появятся. Они уже работают над тем, что называется TangleC. Это первая децентрализованная биржа, построенная на базе Йоты. Ну и, конечно же, Йота работает над собственным NFT-макетплейсом, но он сейчас находится в совершенно начальных своих стадиях. Итак, Йота планирует запустить собственный стандарт токенов, собственные смарт-контракты, Йоту 2.0, децентрализованную биржу и NFT-макетплейс. Так что они очень сильно расширяются, превращаясь из централизованного проекта, заточенного только на интернет вещей, в полностью децентрализованную сеть на базе DEC Technology, который гораздо быстрее, дешевле и масштабируемее любого блокчейна. Просто представь себе NFT-макетплейс на базе такого блокчейна. Просто представь себе децентрализованную биржу на базе такого блокчейна, который дешевле любого эфириума, дешевле любого Binance Smart Chain. Почему вырос Binance Smart Chain? Потому что эфириум был слишком дорогой, слишком дорогие комиссии, слишком длинные транзакции. Что будет с Йотой, которая будет быстрее, чем Binance Smart Chain? Мне кажется, ответ очевиден. Интересно еще то, что на фоне ожидания всех этих проектов, на фоне ожидания Йота 2.0, не только компания начинает интересоваться ею, но и Евросоюз, который 9 сентября 2021 сообщил, что использует Йоту для поддержки управляемой государством блокчейн-инфраструктуры. Вот почему я думаю, что Йота очень недооценена. И жаль, что о ней вообще никто не говорит. Вообще никто из популярных криптоблогеров. Я думаю, что они о ней заговорят тогда, когда она даст очень-очень много иксов. И говорить о ней будут все. На этом все. Меня зовут Богатищий Ди. И знал бы ты, как я устал делать этот выпуск. Я потратил на него 2 дня. Вот почему вчера видео не вышло. Поэтому не забудь поставить лайк. Твой лайк буквально тащит меня вперед. Заставляю продолжать снимать видео. Подписывайся на канал. Телеграм-ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok